Анна, ваше брендинговое агентство не так давно делало ребрендинг для Магнита. Зачем он потребовался, какова была его цель? Да, ну с компанией Магнит мы работаем на партнерских, в партнерских отношениях мы создаем уже достаточно долго и речь идет скорее всего о торговой марке премьеров тест, правильно? Да. Действительно это так, в конце 19 года мы завершили этот проект и ситуация была такая, что мы не выводили новую торговую марку, то есть мы не выводили этот бренд, он уже был, он существовал, эта продукция продавалась в сетях, но знаете поменялась наверное структура вообще, собственных торговых марок в принципе на рынке, да, то есть если раньше у нас торговые марки, собственные торговые марки сетей были, ну по какой-то понятной такой системе распределены, вот те дешевый сегмент, вот экономичный сегмент, вот там вот что-то такое, да, то есть в премиальном сегменте практически их не было, то сейчас очень многие сети работают по принципу good, better, best, да, то есть когда у нас есть хорошая продукция в доступном сегменте, когда у нас есть продукция высокого качества в среднем сегменте и если мы говорим о best, когда у нас есть премиальная продукция либо сегмент средний плюс, вот как раз premier of taste и задумывался изначально как торговая марка, которая должна оперировать вот в этом сегменте средний плюс, но так вышло, что те визуальные коды, которые были на торговой марке в предыдущем периоде, они перестали соответствовать пониманию целевой аудитории именно вот об этом премиальном там средний плюс сегменте. Это была первая проблема. Вторая проблема заключалась в том, что под торговой маркой планировался, ну и выпускался большой ассортимент и этот ассортимент требовал какого-то единства для того, чтобы это действительно была не просто там продукция под безымянным брендом, а для того, чтобы это была именно брендированная продукция, потому что мы все подвержены сейчас вот силе эмоциональному воздействию брендов и мы живем в мире брендов и для нас очень важно, потому что бренд это некий маркер, это залог качества и ты идентифицируешь свою любимую продукцию именно по вот каким-то таким критериям брендинговым критериям. Ну и третий фактор, который послужил основой для этого всего, у компании Magnit наращивается доля импорта, то есть они очень крупный импортер и именно торговая марка Premier of Test была выбрана в качестве платформы для реализации именно планов компании по импорту продукции. Таким образом, Magnit обратился к нам за помощью именно в создании некого целостного образа торговой марки Premier of Test для того, чтобы мы его вывели из категории STM именно в категорию брендированной продукции. Поэтому вот в таком ключе была проведена работа, мы совместно с нашими коллегами из Magnit дорабатывали позиционирование, что эта продукция со всех уголков земного шара, которая приезжает к нам сюда и доступна для российского потребителя. Мы обсуждали целевую аудиторию, мы обсуждали много аспектов и у нас получилась такая замечательная история, которая сейчас уже на полках. Вот если все-таки говорить о разнице между брендом и STM, покупатели ее понимают? Я вам хочу сказать, что прошли те времена, когда потребители путались вообще вот в том, что происходит в ритейле. Мы очень много работаем с ритейлом как агентство. Мы, наверное, в 2006 году начинали выводить вообще какие-то первые собственные торговые марки для разных ритейлеров. И вот на тот момент, безусловно, для нашего потребителя это была какая-то новинка, то есть они не понимали, что это такое. Сейчас же потребитель уже четко понимает, что есть, например, какая-то продукция первой цены, как правило, они называются где-то около так. И он понимает, что это достаточно качественный продукт, за приемлемые деньги, и это продается в этой сети. Насколько они идентифицируют, что это какой-то бизнес-проект сети, ну здесь все зависит от уровня образования. То есть если мы говорим о среднем сегменте, о высоком сегменте, то там люди уже более образованные, ну и в нашем понимании они все-таки понимают, что такое СТМ. Но когда мы говорим о собственных торговых марках, которые являются брендозаменителями, то здесь дело обстоит иначе. Здесь потребителю как раз и предлагается бренд, ему и предлагается заменитель, ну не заменитель бренда в виде СТМ, ему предлагается настоящая брендированная продукция. И здесь для потребителей уже не важно, является ли это собственной торговой маркой СТМ, либо это бренд. Ну, как правило, они, ну мы все ходим в определенный набор супермаркетов, да, или там гипермаркетов, поэтому здесь вопрос такой интересный. Я думаю, что потребители делятся на тех, кто понимает, и тех, кто не понимает. Но вот как раз в случае с Premier of Taste наша задача была, наверное, не декларировать, что это собственная торговая марка СТМ, а показать, что это достойный бренд, за который можно заплатить хорошие деньги. Если говорить об этом кейсе, какие приемы вы применяли? То есть вот вы видели там вот этого зайчика с вилкой. Зачем он был нужен? Зайчик с вилкой. Это история на самом деле очень интересная, потому что чем отличается бренд от не бренда, да? То есть когда мы говорим про бренд, мы в своем сознании, там, в своем сердце выстраиваем какой-то определенный образ, который связан и с продуктом, и с ситуацией потребления, и с неким эмоциональным состоянием нас, как потребителя, когда мы покупаем либо потребляем продукт. И вот для нас нужно было, и вообще, когда мы говорим о брендированной продукции, о брендинге, нужно было создать некий набор каких-то кодов смысловых, визуальных, которые бы делали отсыл к тому позиционированию, которое у нас есть. И мы пробовали разные концепции, мы предложили разные концепции коллегам, и одна из них, это была концепция геральдическая, да? Ну, условно мы ее называем геральдическая, потому что мы искали какие-то маркеры, которые транслируют именно вот то позиционирование и ценовое, и смысловое, которое у нас есть. То есть геральдика, это такая история, она, в общем-то, мировая, она премиальная, и мы посмотрели, каких животных используют на гербах всевозможных, и увидели там и львов, и, я не знаю, орлов, кого только не увидели, да, и коров. Но мы сказали, а давайте придумаем своего символа, да, то есть свой символ, и таким образом у нас появился заяц. А почему бы и нет? То есть заяц очень даже такое милое существо, милое животное, оно быстрое, к зайцу определенно хорошее отношение, потому что заяц ничего плохого людям не сделал, это точно. И наш заяц с вилкой, которая является в том числе таким вот символом гурмана, то есть это у нас заяц-гурман, он так и называется, стал символом бренда. Мы под этот символ даже разработали легенду. У нас есть некая легенда, может быть, она даже и правдивая, кто же теперь знает уже, никто же уже и не знает. Легенда заключается в том, что когда-то, вот в древние времена, жил человек, который очень много путешествовал из разных стран, он был таким вот негациантом, он привозил какую-то продукцию и продавал. Торговец, он был торговец. И на доме, в котором он жил, была вывеска. И заяц как раз был символом его семейного клана, и все знали, что вот в доме с зайцем всегда продается что-то такое вот вкусненькое, диковинное какие-то новинки со всего мира, которые люди никогда и не видели, и никогда и не пробовали. И так за этим вот домом закрепилась такая вот слава, что в этом доме можно попробовать, в доме с зайцем можно попробовать какие-то вот вкусности со всего мира. Вот такая вот легенда, и эта легенда нашла свое отражение на упаковке. Ну и так, учитывая, что предыдущая ваша ставка на животные себя оправдала, может быть, это и правильно, я сейчас говорю про котика с упаковки Милград, не ошибаюсь, который внезапно получил бешеную популярность в Японии. Вот внезапно или все-таки вы чего-то подобного ожидали, когда разрабатывали этот бренд? Ну, здесь надо сказать, что все-таки Premier of Taste появился немножко раньше, чем котик Милград, потому что Милград это совсем свежий проект, а то, что он настолько стал популярным в последний месяц, ну, здесь, наверное, такой, знаете, звезды сошлись, есть такое понятие. С одной стороны, мы, безусловно, работая с Брянским молочным комбинатом, это уже не первый наш проект с ними, мы закладывали определенные маркеры, определенные какие-то такие атрибуты, которые могли бы стать гарантом и залогом успеха, в том числе и в дальнейшем продвижении. И это, наверное, такой спланированный успех. То, что на зарубежных рынках это стало мемом, я вот даже не побоюсь этого слова, потому что именно мемом наши котики стали, здесь есть, конечно, доля удачи. Ну, вот давайте посмотрим, опять же, на этимологию этого всего. Мы придумали персонажа, котика. Стилистика этого персонажа, которую мы можем наблюдать с упаковки, она такова, что она вкладывается в мировоззрение вообще современного человека и современного молодого человека, потому что сейчас самая такая желаемая целевая аудитория у наших производителей – это 25-35 лет. Вот, кстати, Premier of Taste тоже имеет в качестве ключевой аудитории людей в возрасте 25-35 лет. И мы смотрим, что драйвит, то есть что нравится этим людям, как они живут, в каком мире они живут, что их окружает. Есть такая, ну, кластер в этой аудитории, они называются kiddles, да, то есть это симбиоз, основное слово kids и adults, да, то есть взрослые дети. И вот взрослые дети – это сейчас такая, в общем-то, большая аудитория, это люди, которым нравятся всякие вот такие вот милые истории, мимимишки, аниме, вот все, что связано с какой-то такой вот интересной графикой. И именно на эту аудиторию, в общем-то, была сделана основная ставка, когда мы работали с Милградом в качестве ключевого потребителя, в то время как использование вот такого символа дружелюбного, мирного, милого, оно приемлемо, и оно не отпугивает и не отталкивает, а наоборот привлекает и другие целевые группы. Это более консервативные, это, может быть, там, более возрастные какие-то целевые группы. Поэтому котик был в таком ключе выбран неспроста. Здесь нужно еще сказать, что здесь не только один лишь котик, вот так вот. Потому что, когда мы разрабатывали дизайн, у нас в качестве основы концепции использовалась такая эргономика упаковки, когда наш котик, он в разных частях тела присутствует на круговой поверхности. Чтобы на выкладке он мог более симпатично смотреться, да? Да, совершенно верно. Но на самом деле там мы преследовали несколько целей. С одной стороны, да, это можно классно выложить кота, используя три упаковки, когда есть передняя, там, средняя и хвостовая часть животного. С одной стороны. А с другой стороны, это некая такая, знаете, игра. Вот как вспоминает целевая аудитория, взрослые дети, да? Там вот эти вот кидалты, как мы их называем. Им нравится вовлекаться, им нравится играть. И вот как раз вовлечение потребителя в бренд, это то, что продумывается, и это то, что не делается просто так, да? То есть само собой. Ну, само собой может случиться, но это то, что мы закладывали при работе с этим продуктом. А вот смотрите, такой момент. Вы работаете с региональными производителями, и в целом, как бы, принято считать, что у нас до регионов вообще какие-то, не знаю, технологии или точки зрения, они доходят все-таки чуть медленнее, чем до столицы. И там люди менее решительны, чтобы вот взять и поменять, например, дизайн. И что, чтобы убедить там условно какого-нибудь управленца в возрасте 60 плюс что, вот этот котик это классно, вот насколько сейчас сами производители понимают, что вот это сейчас действительно важно, что это сейчас нужно менять именно вот в эту сторону, именно на взаимодействии с потребителем. Или приходится иногда убеждать, как-то доказывать, или эта работа легко проходит. Как вы, какие вы аргументы приводите? Ну, смотрите, на самом деле отличный вопрос, и такой он непростой, потому что, если мы говорим все-таки про кейсы Милград или Premier of Taste, это не региональные кейсы, потому что, несмотря на то, что производителем является Брянский молочный комбинат, эта продукция продается на федеральном уровне. Вы ее встретите, пожалуйста, приходите в сети московские, она продается. Поэтому для федерального бренда это не является, или зачастую не является критерием и барьером, да? Более того, когда ты делаешь бренд еще один, там, 1501-й на высококатегорийном рынке, а молочка – это высококатегорийный рынок, то приходится придумывать какие-то новые приемы, которых молочная полка еще не видела. И это могут быть котики, которых нужно собрать в одно целое, это могут быть какие-то другие вещи, да? Но это не связано с регионом, скажем так, да? То есть это связано с теми планами, которые есть у производителя. Существует бывает так, что у производителя региональный, но планы у него и амбиции федеральные. И здесь, конечно, у нас больше есть возможностей для маневров. Если же продукт и бренд продается в регионе, только в регионе, в своем домашнем регионе, то мы очень тщательно изучаем вообще, что нужно этому региону. И здесь вы правы, можно напугать потребителя. И это не секрет, бывают такие случаи, когда региональный потребитель не готов покупать вот столь экспериментальные вещи. Поэтому в зависимости от задачи мы предлагаем адекватное решение. И не всем подойдут такие смелые вещи. Вот если в целом говорить снова про запросы сетей, то как они пересматривают критерии выбора продукции? Как эти критерии меняются? Разрабатывая бренды, мы, безусловно, держим в уме основную нашу целевую аудиторию. То есть это потребители, которые платят рублем, приходят и берут с полки. Но при работе с нашими подрядчиками, с нашими заказчиками, мы всегда, вот всегда имеем в виду, целевую аудиторию это закупщики сетей, это категорийные менеджеры сетей. Потому что если твой продукт еще не стоит в сети, а тебе только предстоит в нее встать, то первым барьером на пути к сердцу потребителя будет кто? Категорийный менеджер. То есть, соответственно, работая над брендом, мы всегда эту целевую аудиторию, в том числе, держим в уме. И в практике нашего агентства есть такая услуга, как совместные презентации, когда мы приходим вместе с производителем, и когда мы рассказываем не только про продукты, про его качество, но мы рассказываем про бренд, мы рассказываем вот ту самую историю про зайца на вывеске, мы рассказываем какие-то эмоциональные вещи, которые зацепят потребителя. Потому что любые закупщики сетей, они заинтересованы в том, чтобы была уходима с продукта с полки. И здесь еще есть важный такой аспект, что, знаете, как поменялся потребитель с точки зрения возраста, ну, как недаром 25-35 лет является нашим таким основным звеном. И также потребитель, ну, в смысле, не потребитель, также поменялся возрастной состав закупщиков сетей. Потому что сейчас очень много молодых, красивых лиц, которые принимают решение о том, что должно стоять, что должно не войти в ассортимент той или иной сети. И вот у этого нового поколения у них несколько иной взгляд на жизнь. То есть, да, безусловно, есть там бизнес, какие-то показатели, но они точно так же, они тоже люди, и они точно так же подвержены эмоциональному влиянию. И, знаете, вот с этими котами интересная история, что сами сотрудники магазинов пытаются выложить эту кошку. То есть, представляете, когда мы приходим и презентуем это закупщикам, мы показываем, как с этим можно играть. То есть, они смотрят, и они говорят, ну, классно уже, ну, круто. И при прочих равных они, конечно же, отдают предпочтение вот таким вот эмоциональным брендам, эмоциональным торговым маркам, которые к ним приходят и хотят быть представлены в той или иной сети. Спасибо.